На улицах Иерусалима сегодня сотни тысяч верующих. Они приехали со всего мира, чтобы увидеть схождение благодатного огня. Множество паломников прибыли и из Украины. В этом году огонь зашел еще до полудня. В старом городе Иерусалима был и наш корреспондент Сергей Ослендер. Схождение огня каждый год собирает минимум 100 тысяч человек только в старом городе Иерусалима. Места занимают еще с восходом, потом в храм не попасть. Внутри люди стоят вплотную друг к другу. Между представителями конфессии периодически вспыхивают конфликты. Вот сцепились армянские и копские иерархи. Всем хочется быть поближе к священному месту. Патриарх Иерусалимский Феофил III в сопровождении верных кавасов, это символические стражи наследия Османской империи, входит в храм и обходит кувуклию, часовню, где хранится гроб Господень. Непременная часть церемониала, молитвы, повторяющиеся слово в слово каждый год на протяжении столетий. У входа в храм, на узких улочках, у явских ворот старого города везде столпотворение. Тут паломники со всего света. Кто сидит, кто стоит, все ждут. В руках свечи, которые потом привезут домой, в том числе и в Украину. И хотим побожать, чтобы наша Украина отродилась, разом с этим Христос воскрес. Найбог помогает, чтобы мы все были здоровы. Божьего нам благословения и всем нам, нашим украинцам. Подбой барабанов и завывание труб, сидя на плечах друг у друга, врываются в церковь адепты арабских христианских церквей, больше напоминающих футбольных болельщиков. Наша вера славная, вера православная, скандируют они по-арабски. Порядок строгий. Кувукли опечатано, чтобы никто не мог войти внутрь. Патриарха облачают в простую рясу и тщательно обыскивают, чтобы у него с собой не было ничего, извлекающего огонь. После этого предстоятель входит в Кувуклию и начинает молиться. Теперь все замирают и ждут. В считанные секунды огненная река течет к воротам города, чтобы уже оттуда распространиться по всему миру. Сейчас ни у кого нельзя спросить, нигде нельзя проверить, что же будет, если огонь не сойдет. В Священном Писании по этому поводу сказано, если такое случится, это будет означать конец времен и воцарение Антихриста. Но огонь-то вот он сошел, а значит конец света откладывается еще как минимум на целый год. Сергей Узлендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.